это пульс дня мы продолжаем обсуждать разрыв нормальных торговых отношений с россией о чем сегодня заявил джо байден на связи со студией давид полевой лицензированный специалист по финансовому планированию тидерми ретрейт инститюшнл давид приветствую вас добрый день но вот поясните для нас всех что все-таки это значит мы знаем что бриллианты предметы роскоши как сказал джо байден нельзя будет больше купить а что еще а напитки как водка и края и морепродукты а также будет 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 пошли на навоз всех остальных товаров то есть это будет какие-то какой-то дополнительный тариф до видимо что для нас это значит как для потребителей нужно ли ожидать что на какие-то товары вырастут цены но мы вот в основном что мы покупаем у россии это но уже запретили запретили ввоз бензина и нефти с россии раньше вы ввозили примерно 8 процентов что использовалось в америке теперь запретили поэтому это уже не относится к этому но это чисто символически то есть это в основном на 1 россию повлияет они не смогут нам продавать многие вещи или или будет тариф на не вот понимаете мы с вами говорим о том что ну там вот какое-то количество небольшой россии америка вернее покупает у россии какие-то бриллианты какие-то морепродукты и это может не повлиять но в то же самое время мы с вами говорили о том что америка покупает нефти всего три процента а сейчас когда мы смотрим на цены на бензоколонках такое ощущение что мы покупаем не три процента а 93 процента почему так потому что рынок на нефть международный если мы не покупаем у них то другие страны покупают и покупают за большие цены потому что как бы цены растут потому что россия многие компании не хотят покупать у россии нефть так как они не покупают нет даже если не запрещено потому что люди жалуются то то меньше меньше поставок нефти международных и поэтому цена на нее растет ну то есть от того что мы или там великобритании отказались от покупки нефти в россии по сути это даже делает хуже нам потому что все равно эту нефть покупают другие страны стоимость нефти растет и мы с переплачиваем получается от этого но российскую нефть сейчас у них проблема ее продавать примерно 70 процентов этой нефти они ищут покупателей тяжело найти потому что из-за 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 того что и и страны не хотят покупать и и частные компании не хотят покупать из многие страны это только может третий мир какой-то покупает то есть у россии сейчас проблема продавать нефть а на международном рынке поставки нефти упали из-за этого меньше и и меньше стало потому что россия продавала очень много в европу и в другие страны кроме америки что для нас значит этот кризис я имею ввиду были сообщения о том что правительственные люди отправились в венесуэлу договариваться но вроде как говорят что не договорились официальных заявлений по этому поводу не сделано в то же время мы знаем саудовская аравия объединенные арабские эмираты отказались вообще общаться даже с байденом просто по телефону для нас это проблема найти и заместить 3 процента нефти которые раньше мы покупали у россии а ну пока проблемы нет потому что разрезавировали резерв государстве но насколько нам его хватит и как быстро на нашей нашей компании поднимут как бы поднимут продукцию нефти и так же сколько мы сможем покупать больше у мексики и канады будет зависеть от этого сможет ли мы эти три процента где-то взять может мексики или в канаде а как вы думаете если мы возьмем в канаде ведь вероятно но я как обыватель слежу за этим и мне кажется что цена на нефть в канаде наверно будет дороже чем допустим мы покупали у россии значит мы опять же будем платить больше я правильно думаю а ну ну как президент сказал что мы наши санкции нам будет стоить тоже давай мы это ради свободы делаем и то есть эти санкции пусть какие-то растущие стоимости инфляция поднялась но сейчас уже джо байден говорит о том что инфляция в стране потому что россия напала на украину но ведь это же не так мы говорили о том что инфляция побила рекорд сорокалетней давности и это было еще до начала российского вторжения это было еще в конце декабря и начале января а инфляция была до этого но не была такая большая это частично правда что это прибавляет инфляции да она была она поднималась но и сейчас она еще больше из этого россия кроме нефти еще продает самый большой экспортер зерна в мире и и цены на на продукты поднялись из-за этого тоже хотя мы у них не так много покупаем но именно мировом рынке поднялись цены и поэтому на сцены на полках тоже поднялись в супермаркетах что касается в целом экономики россии и соединенных штатов мы знаем о том что некоторые агентства заявляют в россии будет дефолт по некоторым прогнозам уже в середине апреля но с россии там все понятно а вот что касается америки стоит ли нам опасаться если вы говорите инфляция будет расти стоит ли нам опасаться какой-то большой угрозы ну я думаю что мы выйдем с этой ситуации как бы давно с проблемами не такие большие далеко не такие большие как в россии в россии сильно большая инфляция потому что рубль упал в два раза после вторжения на украину и поэтому они покупают очень много товаров за границей потому что они не промышленные и они и товары которые люди покупают там одежду так далее телевизоры холодильники так далее за границу поднялись в цене в два раза поэтому это очень сильно будет бить на русского потребителя и и люди предполагают что может быть даже переворот из-за этого потому что русское население очень пострадало экономически люди в россии еще не понимают к сожалению этого но что будет с тем товаром или с теми компаниями которые ушли из россии я имею в ну вот какие то известные компании которые раньше импортировали в россию свой товар а теперь куда они его будут девать а дело в том что это не такая большая часть американской экономики но россия уже уже выступила что они заберут эти эти магазины и так далее эти эти предприятия и национализирует их в россии то есть они напугали америку и другие страны что тех кто ушел с российского рынка не заберут эти эти промышленные центры у них и и национализируют в россии да но президент соединенных штатов сказал что если это произойдет произойдет в ответ что-то вот невозможное соединенные штаты предпримут какие-то я не что это санкции но какие-то вещи в отместку а что в данном случае вот мы могли бы предпринять но мы уже очень много предприняли поэтому я не знаю идет идет борьба экономическая борьба вот и может быть очень ненормальные вещи могут происходить как вы оцениваете как специалист все-таки дефолт грозит россии сейчас они должны выплатить сейчас очень много денег по по своим облигациям за границу и они они предложили выплатить их в рублях вместо валюты а это не разрешается в договорах насчет этих облигаций поэтому их не как бы кредит рейтинг то есть их не их не отценности их не бумаг сильно упала на рынке вполне возможен дефолт но смотря кто определяет дефолт они могут кричать что у них нет дефолта самом деле по международным правилам а как понять что страны вот случился дефолт но они не могут выплачивать по своим облигациям национальным облигациям то есть они не могут оплачивать госдолг и и тогда у них страны больше не будет одалживать деньги и будет покупать их не облигации заграничные страны будущем это это им угрожает давид спасибо большое вам за то что нашли время присоединились к нашей программе сегодня это был давид полевой лицензированный специалист по финансовому планированию td ameritrade institutional таким был этот день как его увидели мы в редакции программы сразу после юрия ростова моя коллега наталья быстрицкая спас криптумом